Девушки отдыхают 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 Но оставаться обыкновенным ему не по рангу, так что роковые стечения обстоятельств в очередной раз настигают, и совет племени вынуждает закинуться улетной дурман-травой, чтобы стать великим воителем. Первое, что сбивает с толку, помимо истории, — навязчивая линейность. Тебя упорно ведут за ручку, подкидывая скрипты на каждом шагу, и не позволяют даже покидать заданную территорию. Открытый мир закрылся. Под ножницы пошли не только побочные задания и свободное перемещение по городам, но и вообще весь сопутствующий геймплей. Никакой кастомизации, никаких торговых отношений, нету ни крафта, ни поместья, короче, ни шагу в сторону во всех смыслах. Ну а следом градус абсурда идёт лишь на разгон. Нам торжественно вручают магию. Вы не в себе, очнитесь! Мана — это твоя жизнь, и все волшебные трюки отбирают здоровье. Но это мало чего стоит, когда в условиях Assassin's Creed ты можешь становиться полностью невидимым, а также превращаться в птицу и и так проникать на любые высоты и труднодоступные сооружения. Да и убить кого-то с воздуха — нехитрое дело, когда прямо в полёте оборачиваешься снова человеком и падаешь на бедного врага будто бы из ниоткуда. Как и всегда, нам стараются впарить нововведение на принудительной основе, устраивают скучные тренировки где-то в небытии анимуса и буквально вынуждают баловаться с невидимостью и полётами, ибо от них зависит полная синхронизация. Прикол из той же серии, что с подслушиванием кучера на телеге с сеном, когда можно просто завалиться туда и ехать, за ними грея уши. Но условия тут же ставят тебя в дурацкую ситуацию. Для полной синхронизации так делать нельзя, потому что мы, мол, хотим тебя заставить бегать по деревьям. Вот и здесь примерно та же картина. Без магии, по сути, не обойтись. Для вялого баланса ввели сторожевых и патрульных собак, которые могут учуять героя даже в невидимом режиме. Но им достаточно рассыпать немного нямки, и они забывают про тебя. Обилие красных мундиров сменили синие. Стелсить практически невозможно. Мрачные улицы до отказа набиты патрулями Вашингтона и страдальцами, которые изредка подкидывают побочные квесты, которые квестами-то назвать трудно. Обычно всё в духе «накорми голодного». То есть просто подойди и дай кусок собачьей приманки, либо же спаси индейцев-рабов, перебив конвой. Только лишь в третьем эпизоде становится чуть веселее, когда для поднятия восстания надо вдохновить народ подвешением солдат на улицах, убийствами офицеров и разгромами. Правда, в таких делах нам более не содействуют верные соратники-ассасины с полезными приёмами. Но про запас всегда есть волшебная стая призрачных волков, которых можно материализовать из воздуха, и они тут же разорвут глотки ближайшим врагам. Вы не в себе! Очнитесь! Правда, к заключительному эпизоду про них и вовсе забываешь, когда в третий раз дурдыкаешься индейским кайфом и приобретаешь силу медведя. Знай себе, прыгай в толпе противников, раскидывая всё живое в радиусе с чудовищной силой. С таким набором трюков уже можно смело отправляться на ковёр к королю Вашингтону, в его огромную пирамиду ацтекского типа, личную резиденцию, возведённую посреди Нью-Йорка. Эпическая битва на её вершине, само собой, прилагается. Для бесплатного DLC всё это, конечно, неплохо, так что если сразу приобрели убер-издание с сезонным пропуском, приобщитесь ради прикола. Но докупать такое за свои кровные вряд ли хорошая идея. Выводы, по традиции, остаются за вами. Вы не в себе, очнитесь!